Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Дела милосердия». У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио сёстры милосердия, обители милосердия Святой Елисаветы Фёдоровны. Анна Анатольевна Бородина, здравствуйте! Здравствуйте! И Маргарита Гетман. Здравствуйте! Ну что, расскажите, как дела вашей обители. Тем более, очень, наверное, интересно узнать, что там с письмами, потому что прошлую передачу в конце декабря, когда мы записывали, мы объявляли нашим слушателям, что вашим подопечным можно писать письма и поздравлять их с новогодними и рождественскими праздниками. Да, письма приходили. Очень много. Прям почтальон, принося письма, была такая в восторженном настроении. Вам опять. Посмотрите, сколько много. А сколько? Вот можете примерно сказать? Ну, по количеству, наверное. Наверное, ну, если я не ошибусь, больше сотни было точно письм. Ничего себе. Даже больше, да. Потому что сначала мы ходили на почту получать письма, потом почтальон смело стивилась и уже сама приносила, потому что знала, что это именно наши письма. Вот. Писем, правда, очень было много. Очень много было писем от школьников. Было достаточное количество и разнообразное рисунков как от младших школьников, так и девятый, десятый класс. А скажите, вот раз школьники, вы с какими-то школами сотрудничаете, и они вот такую акцию проводят у себя в школе? Да, с Екатеринбургом мы сотрудничаем со школами. Не сказать, что это такое большое, там и очень такое на твердых ногах мы стоим, да, так сказать. Но какие-то акции проводим, уборка территории, просто сбор каких-то средств. Ну, вот учителя сподвигают школьников от дела милосердия. Это очень интересно и хорошо. И, ну, сердечко у многих людей, у деток прямо так. Читая письма, просто бываешь удивлен, потому что, ну, чаще всего говорят, что вот у нас такая молодежь, вот они такие черствые, а нет, много очень хороших людей. И детки-то, они вообще искренние. Вот сейчас сердце открытое, радостное. Поэтому всегда вызывают улыбку, особенно там снеговички, зайчики. В этом году зайчики все время такие радостные, непосредственные, даже с цветочками, зимой с цветочками. Вот, ну, очень такие хорошие. И слова хорошие. Видно, что на альбомном листе расчерчены полосочки. И таким почерком детским все написано. Меня там зовут Саша, я учусь там в первом В-классе. И, видимо, еще учителя говорят, что нужно не просто бабушка-дедушка писать, а именно нашим подопечным. То есть Нина Александровна, например, Тамара Ивановна. Прямо вот каждому индивидуальное письмо. И разбирая вот письма, бывало, что за неделю мы получали раза три письма. То есть они вот в одной руке не помещались, эти письма. В каждом конвертике это письмо. Бывало даже пакетики чая. То есть попейте чай, прямо написано. Или приятного чаепития. Ну, очень красивые. Были красивые открытки, именно аппликация. Там елочка с игрушками. Она вся буквально такая объемная становилась. То есть мы ее раздвигаем, она раз, большая, красивая, и на столике. И наши бабушки, наши подопечные, они настолько близко к сердцу принимали, когда уже много накапливалось открыток. Мы пытались как-то убрать что-то, ну, оставить что-то, одну или две открыточки. Они нет, оставьте. И мне кажется, до сих пор у нас у кого-то на столах стоят эти открыточки. Ну, это очень мило, конечно. И они их перечитывают. Либо, если кто-то не может почитать, он говорит, дайте мне вот эту открыточку, почитайте мне, пожалуйста. Наши братья и сестры их перечитывают. Ну, это здорово. Это как детские были открытки, поздравления, так и были от семей. То есть писала семья из Латвии, были из Подмосковья, ну, отовсюду, мне кажется. С Магадана было письмо. Ну, много. Просто вот если начинать перечислять вот откуда, это вся Россия, так можно сказать. Я не знаю, как узнают, и бабушки часто спрашивают, а как о нас узнали? Мы отвечаем, что сейчас есть новые технологии, что есть компьютер, и что есть люди, которые у нас побывали и кому-то рассказали, и вам хотят доброе дело сделать. То есть хотят, чтобы вы были, как в семейном празднике, почувствовали радость, почувствовали, что вы не одиноки, что есть кто-то, кто о вас хочет позаботиться. И бывало такое, что... А давайте мы тоже напишем письмо. То есть вы сохранили адрес, а давайте напишем. Огромное спасибо. Это действительно такой большой праздник был для всех наших подопечных. Причем он был очень продолжительный и долг. То есть это не один день, Рождество, Новый год, а это прям неделя, вторая, третья. Для них это важно. Спасибо. Ну и в преддверии вот этого праздника, да, мы думали, а как дальше? Дальше же закончится он, и какая-то затишье какое-то будет, да. И у нас появилась новая подопечная в тяжелом состоянии. То есть нужна была срочная помощь. Мы выехали на адрес, посмотрели и приняли решение, что мы можем ее взять, у нас было место. Она была некрещеная. И она тяжело подходила к этому, потому что ее родные, которые уже ушли давно из жизни, были некрещеные. Они ушли. И она переживала, как за них молиться, а как вообще быть. И не крестилась. Видимо, не пришел какой-то такой момент. И к нам придя, она тоже как-то сильно не озадачивалась, хотя понимала, что мы в храме. То есть она в разуме, адекватная, но она с 75-го года слепая и практически глухая. И как при этом быть? И как ей помочь? Да, как с ней вообще? Как спросить ее желания? Ну, все равно общаемся с ней, разговариваем. Такая очень добрая, милая женщина. Иначе не сказать. И как-то момент такой пришел, потому что сестры тоже радеются за то, чтобы мы были все вместе, и можно было помолиться за всех, и о здравии, и о покоении. И вот как-то все собираемся каждый день на Акафист. У нее тоже спрашиваем. Мы никого насильно никогда не зовем. Просто поедете послушать молитвы, почитать. Да, я плохо слышу, а как я буду? И стали ее поближе ставить, где читается, чтобы она слышала, понимала, спрашивала что-то, интересовалась. И здесь праздник равнопостольной Нины. Она у нас Нина. Мы ее покрестили. Она была готова на вопрос, вы будете креститься? Она ответила четко и ясно, да, я хочу. Да, это, конечно, здорово. Это такая радость очень тихая, и мы даже вот шепотом об этом говорили в обители. Это такое танец, вот для нее было тихое, спокойное и радостное. Она потом тихо говорила, а меня сегодня покрестили. Это что-то такое вот витающее вокруг. Ну, радость. Теперь мы за нее молимся, но, к сожалению, сейчас ухудшилось у нее состояние, она совсем плохо слышать стала. Практически не слышит. Ну, надеемся на чудо, потому что, наверное, Господь рядом, и Он, наверное, как-то управит эту ситуацию, чтобы ей стало полегче. Но, с другой стороны, она ведь сейчас крещенная, и Господь ей больше помогает. Конечно, конечно. Вот. И в связи с этим хочется сказать, что у нас были такие моменты, что человек приходил к нам в обитель буквально на несколько недель. Такой у нас был Царство Небесное Юрий Сергеевич. Высокий, статный, красивый. Но после инсульта, и он один, одинокий был вообще, никого не было у него. И мы к нему приходили, говорим, спрашивая, вы крещеный? Он говорит, нет. Вы знаете, что вы в храме? Да, я знаю. Может, есть желание покреститься? А он так тихо и спокойно отвечал. Так я, наверное, для этого сюда попал. Он покрестился, исповедовался, причастился. И ушел в жизнь через несколько дней. Ну, мне кажется, конечно, все подопечные, которые попадают к вам, они понимают, что не в простую какую-то больницу попадают, не в простое место по уходу за пожилыми людьми. Они чувствуют, что здесь какой-то другой дух витает. Они ощущают это? Наверное, да. И ведь на самом деле все говорят о том, что какие-то ситуации, все, вернее, ситуации в жизни нам для чего-то должны. Ну, все ситуации в жизни нам для чего-то даны. Но для чего знает только сам человек. Мы со стороны можем что угодно предполагать и разные версии строить, но только сам человек, зная себя, зная, для чего ему это надо. Ну, после крещения... Наверное, у него было такое понимание и спокойствие в связи с этим. Ну, да, после крещения... Это же не один, он такой был. Несколько у нас таких было людей, мужчин. Мужчин, на моей памяти, трое было у нас в обители таких. В ужасной, сложной ситуации они приходили к нам и с благодарностью принимали крещение. Исповедовались. То есть в своей немощи физической они духовно были готовы к встрече с Богом. То есть это вот вообще такое какое-то... Но это для вас, мне кажется, тоже такой крест, понимать, что люди, часть людей приходят для того, чтобы уйти. Ну, да. Да, что это последний как бы путь у них. Но зато они уходят с надеждой, с добротой. И еще самое главное, что они для нас примером являются. Не мы получаем от них, не они получают от нас помощь, а мы получаем от них какую-то духовную точно помощь и поддержку. Что мы, ну, где-то правильно идем. Где-то наши тоже корректируют. Наши подопечные нас корректируют тоже. Скажите, а вот вы и сестры другие, когда сталкиваются со смертью, как вы это переживаете? Как бы, мне кажется, не было бы большого количества разговоров о том, что вы работаете в таком месте, это само собой разумеющееся, все равно это не может стать само собой разумеющимся. У нас не так много уходов из жизни за месяц происходит, потому что, ну, нельзя себя хвалить, что мы такие хорошие. Но уход есть. Потому что сейчас, на данный момент, у нас есть подопечная, которая 10 лет прожила у нас. Еще жива. Да, у нее ухудшается состояние намного. То есть она пришла практически в таком же состоянии, потом она улучшила свой жизненный уровень. Она ходила, могла ходить, читала, что-то делала, а сейчас она уже практически лежачая. Но это 10 лет жизни. Все, кто к нам приходят, они не думают, что они столько проживут. В критичной ситуации бывают люди. Поэтому у нас не так много, так скажем, уходов. Но уход — это всегда тяжело. Почему? У нас это особо тяжело. Потому что наших подопечных принимаем как своих родных. Мы к ним привыкаем. Мы знаем их чаяние. Мы чувствуем их нужду в чем-то. Мы учимся от них, как одна семья. И, конечно же, потерять родного человека — это тяжело. Очень тяжело. Ну, я вот про себя говорю, что это тяжело. Но и радостно. Потому что человек ушел в иной мир. Он освободился. Он может за нас помолиться, а мы за него. Еще хотелось бы рассказать о том, как проходит досуг наших подопечных. Потому что у нас обитель — это как дом, и подопечные могут заниматься тем, чем им нравится, что им приносит удовольствие и радость. А вот, кстати, они сами просят, что я хочу то-то и то-то сделать? Или вы им предлагаете как варианты? Ну, здесь, наверное, и с той, и с другой стороны есть инициатива. Потому что, конечно же, вот если взять, допустим, Лию, нашу самую молодую подопечную, 28 лет, то Личка у нас очень любит рисовать. И она просит, допустим, бумагу какую-то и карандаши. То есть мы обращаемся где-то вот на сайте и в соцсетях просим пожертвовать там те или иные для рукоделия наборы. Может быть, картина по номерам ей интересна будет? Не раскрашивала? Да, интересно. Последний раз ей на Рождество подарили как раз картину. А, ну вот, здорово. Да, да. И, ну, тяжеловато ей в этом немножечко. Ей больше нравится рисовать от своего вдохновения, что она видит. Ну да, у неё такие достаточно яркие картины. Она рисует как мелками, так и карандашами. И такие они очень своеобразные. Такое вдохновение у неё. Она недавно посмотрела фильм. У нас подопечный, кстати, смотрит ещё фильмы. Есть и такие запланированные просмотры. Это по определённому графику подопечные собираются и смотрят телевизор. Есть у нас такая комната для этого. А Лия, у неё есть ещё компьютер. Она может смотреть ещё, как сказать, то, что ей самое интересное. И вот она посмотрела фильм о природе, о островах в Австралии, о животном мире. Там киты, кенгуру. И это так и впечатлило. Она потом несколько дней прям рисовала, рисовала. Не могла просто остановиться. Рисовала птиц, дельфинов. И, конечно, это большая радость, что есть возможность проявить себя в творчестве, что-то создать. Мы потом эти картинки, работы фотографируем, размещаем. И это для неё тоже возможность как-то людям показать своё творчество. Люди могут это оценить, какие-то комментарии, ставить такую связь, получается, с внешним миром. Мастер-классы ещё у нас в обители проводятся. Это и сёстры милосердия что-то делают с подопечными, что-то руками там, чтобы развивалось. И моторика мелкая. Это же всё равно важно, особенно вот кто после инсультов делали мы. И коричник своими руками делали с подопечными, и цветы шишек делали зимой, и из бумаги тоже различные изображения, такое тоже творчество. Поэтому тоже такой момент важный для реабилитации. Потом ещё подопечными у нас любят читать книги, особенно вот художественную литературу, и читаем. И как вот есть вот православные авторы современные, там, например, кто-то вот, кто пишет. А есть ещё и классики, там, и Джека Лондона у нас читают, то есть и что-то про путешествия, про приключения. И востребованы, конечно, нам книги ещё крупным шрифтом, то есть всячески стараемся их где-то искать в книжных магазинах. Наверное, тоже надо обратиться к нашим слушателям, что если у кого-то есть книги, хорошая литература, с большим шрифтом напечатанная, то обитель милосердия с радостью примет в дар. Да, и главное, чтобы они были не толстые, потому что люди с инсультом или с потерей какой-то физической, им тяжело держать. То есть это должны небольшие книги быть. Да, то есть в обители жизнь идёт очень разнообразная. И некоторые люди, которые ходят в дома престарелых, они когда к нам в обитель приходят, там доброволец, например, какой-то, они удивляются, как вот у вас нет телевизоров. А у нас, по сути, такое занятие более, наверное, более творческое. То есть стараемся, чтобы именно подопечные развивались и интеллектуально, и духовно. Кроме того, у нас есть радио, они очень слушают наши бабушки, очень любят ваше православное радио послушать. Всегда радостно для них. Так что жизнь у нас такая очень разнообразная в плане досуга. В нашей обители возобновились прогулки. Весна наступает, тёплые денёчки, снег тает. Ну и посмотреть просто на снег, полюбоваться в преддверии весны и лета, запомнить что-то. Ну и всегда прогулки очень эффективно действуют на наших подопечных. Это смена положения тела и принятие воздушных ванн. Всё-таки солнышко, оно всегда очень хорошо, благостно влияет на наших подопечных. Но это и сборы. У сборов всегда это тяжело, но и радостно. То есть мы больше собираемся, чем гуляем, получается. Но, тем не менее, это очень важно. Бывает, что некоторые подопечные, ну плохо ходящие совсем, но под ручку с братом, они всегда пройдутся. Поэтому о чём-то поговорят. Это тоже такие радостные такие моменты в жизни обители. Думаю, что сейчас побольше будем гулять, тем более скоро полисадник начнём уже высаживать, облагораживать. Это очень хорошо. И ещё у нас есть новость о патронажном адресе. У нас сейчас появились несколько адресов, на которых мы ходим, помогаем. То есть мы так откликаемся на каждую заявочку, которая приходит к нам. Это телефонный звонок, это я просто просьба. Выезжаем, смотрим, чем-то помогаем. Понятно, что у нас очень мало места в обители для подопечных. То есть это всего 15 мест. И я уже говорила, что подопечные у нас живут достаточно долго, слава Богу. Поэтому всегда очередь стоит такая к нам негласная. Но бывает, что вот сейчас и только в данный момент есть нужда помочь. И вот такой адрес у нас патронажный есть. Мы давно с ним дружим. Там семеро деток. Такая хорошая семья православная. Выезжали всей обителью и добровольцами помогать в доме прибраться. То есть нужно было провести генеральную уборку, помочь правильно и распределить что-то. А в семье беда случилась. Папа заболел онкологией. Очень тяжело. И плюсом еще у них дедушка вместе с ними живет. С инсультом. То есть там определенные проблемы. Поэтому такая встреча была очень интересная, потому что мы помогаем. Вроде знаем где-то. Как-то встречаемся. А здесь несколько человек приехали, помогли мебель где-то подремонтировать, помогли уборку сделать вместе с детьми, вместе с мамой. Папу повидали. То есть я думаю, что для всех это была очень такая хорошая работа. Спасибо всем и добровольцам, и сестрам, и братьям. Большое спасибо за то, что пришли сегодня к нам в гости. Мы тоже... Вы говорите, что вы и ваши подопечные любят наше радио. Это любовь взаимна. Мы всегда тоже ждем вас и с большой радостью записываем ваши новости, ваши просьбы. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были сестры милосердия, обители милосердия Святой Елисаветы Федоровны, Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Гетман. Еще раз большое спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok